Перед тем, как говорить о чем-то, два небольших таких и две небольших вводных. Первое. Много вещей есть, роднящих библиотеку со складом. Библиотека — это тоже некое помещение с большим количеством объектов. Но в отличие от склада, есть одна досадная такая штука. В ней появляются пользователи, с которыми тоже надо что-то делать. Очень часто говорят о легкости и простоте виртуальных коммуникаций. Но очень часто забывают о том, что и реальные коммуникации между людьми в мире сейчас стали довольно просты. Очень легко купить билет за пять минут, улететь куда угодно. И к чему я веду? Веду к тому, что сейчас тот человек, который приходит к нам в библиотеки, мы не можем относиться к нему, думать, что он нигде не был, ничего не видел, ничего не знает. Мы должны перед ним выступать как полноценный участник не только российского, но и международного рынка библиотечных услуг. И в связи с этим необходимо такое сожалеющее высказывание сделать, что сейчас библиотеки зачастую не знают, почему к ним не идет человек. А человек не идет по одной простой причине, что те услуги, которые библиотека может ему предложить, они ему не интересны. Просто потому, что свежую литературу в книжном он купит быстрее, часть литературы сможет достать в интернете. То есть банально, то есть широкий такой зритель, широкие массы. При этом эти люди не знают возможности о тех услугах, которые библиотека в реальности может им оказать. И они не предъявляют на эти услуги реального спроса. Они не говорят библиотеке о том, что мы хотим, чтобы у вас было то-то и то-то. Но в реальности библиотека может эти услуги оказывать. Вот такой примерный список хотелок читателей, которые могут быть реализованы так или иначе в библиотеке. Это тот список, условный, разумеется, на который в том числе мы ориентировались, изменяя и технологически, с точки зрения технологии, дизайна, отношения к людям, к ресурсам. Мы изменяли свою библиотеку. Первое. Базовая услуга в библиотеке – это выдача книг. И в принципе эта услуга должна оказываться в традициях лучших закусочных, фастфудов. То есть быстро, четко, ровно, без лишних промедлений. То есть сам процесс выдачи книг не должен отнимать ни одной секунды, ни одного минуты лишнего времени у человека. Сейчас существует большое количество технологий. Лидирующие является технологией радиочастотной идентификации, которая не только позволяет быстро выдать книгу человеку, но и самому самостоятельно на станции самообслуживания за собой ее зафиксировать. То есть сейчас возможна ситуация, при которой для реализации самой основной базовой услуги человек может просто прийти в библиотеку, взять книжку с полки, зафиксировать ее за собой и уйти из библиотеки. Поэтому очень часто бывает так, что у нас часть людей, которые вот по данному статистике у нас много, и мы их не видим. Просто потому, что они пришли и ушли за минуту. Но те, кто решили остаться, найдут для себя много интересного. Чтобы быстро найти литературу, необходимы определенные технические средства. Не сложные каталоги, а определенные терминалы с упрощенным интерфейсом, на котором книгу можно найти легко и распечатать информацию о том, где эту книгу он может взять, как в книжном магазине, вплоть до того, на какой полке эта книга находится. Следующее. Очень часто молодежь показывает очень большой интерес к раритетной технике. Прослушивание виниловых пластинок, просмотр диафильмов, кассет. То есть это та техника, которая для этой молодежи является невероятной, фантастической. Они ее никогда в жизни не видели. Поэтому средство привлечения в библиотеку в том числе и такое. Следующее. Библиотека может быть просто местом для отдыха. Человек идет по улице, пошел дождь, он должен иметь возможность зайти в библиотеку, сесть посидеть. Не обязательно для получения этой самой базовой услуги по взятию книги. Следующее. Невозможно воспринимать современную библиотеку без определенной виртуальной среды, которую она вокруг себя создает. Это не только сайты, но и те пути, которыми ходят ее посетители. В частности, молодежь, которая таким центровой для нас, для библиотеки для молодежи, зритель. Соответственно, все пути. Сайты, блоги, социальные сети и так далее. Во всех этих местах библиотека должна присутствовать. Разумеется, в Wi-Fi везде. Рассматривая библиотеку как конкурент любым местам досуга, все то, что есть в местах досуга, в кафе, ресторанах и так далее, должно быть в том числе и в библиотеке, разумеется, бесплатно. Обязательно необходимо помнить о том, что есть, помимо тех, кто полностью может делать что угодно, есть люди, которые испытывают определенные проблемы. Соответственно, должны быть обеспечены и технологические, и ресурсные возможности, предоставленные этим людям. И пандусы, подъемники, туалеты, сканеры и так далее. Человек хочет поесть. Даже если у библиотеки нет возможности организовать у себя в стенах закуточную, очень просто поставить снековые аппараты, дешевые, вообще ничего не стоящие, на самом деле, для библиотеки услуга. Разумеется, фильмы как для самостоятельного просмотра, что возможно по лицензионным ограничениям, так и для массового, что, разумеется, возможно только в том случае, если правообладатель дал разрешение. И дальше уже библиотека как площадка для самых разных сборищ. Площадки для обучения, площадки для встреч с единомышленниками, для игр настольных, для встреч профессиональных. Также библиотека может быть местом, где молодежь может приобщиться к новинкам технологий, которым, к сожалению, она не может зачастую по финансовым соображениям приобщиться за свои деньги. Очень важно, чтобы для читателя было понятно, что библиотека является сложным организмом. Поэтому необходимо делать так, чтобы часть внутренней кухни была видна. В частности, у нас планетарные сканеры, на которых сканируются книги для дальнейшей оцифровки, они находятся в прямом доступе для человека. Человек может видеть, как происходит вот это вот превращение книги печатной в книгу электронную. Вот на этом, наверное, так вот кратенько и побыстрее. КОНЕЦ